Здравствуйте, я Алексей Лихман. Давайте вместе с вами проанализируем главные подробности уходящей недели. В течение которой украинские политики показали настоящий мастер-класс по защите от уголовных обвинений. Это было даже покруче, чем в самых рейтинговых сериалах. Генеральный прокурор закрутил сразу шесть интриг. Депутаты, чья неприкосновенность зависла на волоске, постарались привлечь на свою сторону лучших защитников. Спикер соблюдал регламент так тщательно, как будто от этого зависело его место в истории. И тот маленький, но важный факт, что парламент вообще не должен быть судом, депутатов совершенно не интересовал. Как не заинтересовало и то, что же остальные украинцы подумают о вот таком всплеске верховенства права по отношению к себе любимым в стенах Верховной Рады. За финалом этой политико-судебной трагикомедии наблюдала и моя коллега Екатерина Лысенко. Последняя рабочая неделя Нордепов была похожа на ночь студента перед экзаменом, когда нужно быстро подтянуть хвосты. Нужно и пенсионную реформу проголосовать, и к медицинской добраться, и с конституционным судом разобраться, и бюджет перераспределить. А тут еще и шесть представлений на снятие неприкосновенности. Условно их можно разделить на три группы по схожести обвинений. Разумлады поляков, фигуранты янтарного дела, Довгому и Добкину предъявили грехи прошлого. У Лозового с Дайдея вызывают подозрения декларации. С поляковым Розенблатом особых разногласий не было. После показанного фильма с агентом Катя и фракции сняли с них иммунитет. Впервые в истории украинского парламента правильная коалиция и большие фракции дали сгоду, и парламент проголосовал за снятие депутатской недоторганности членов коалиции. Недолго спорили нардепы о том, что делать с иммунитетом Довгого из воли народа. Да и тот сам помог с выбором. Но вот за неприкосновенность других фигурантов голосовали уже иначе. Голосов фронтовиков стало на порядок меньше. А радикалы вообще не нажимали кнопки, когда речь шла о Лозовом и Дайдея. Национальное антикорупционное бюро Украины начало справу по иммунитому незаконному збагачению Дайдея 16 листопада 2016 года. А чему же саме такая же справа, с такой же фабулою, щодо одного народного депутата из фракции БПП, который также позичил у своей нареченою гроши, кубил элитную нерухомость в городе Киеве, и против него даже не порушили справу НАБУ? Чи не это защитом своих друзей? Я не стил заказов, чтобы зараз тут принимать на кого порушить и на кого не порушить. Подание отхиленным. И хотя фронтовики обещали поддержать представление, фракция дала только половину голосов. Столько ждали из-за Лозового, в декларации которого прокуратура нашла деньги непонятного происхождения. Это макулатура. С юридической точки зрения, это смятя. Это ни один юрист не может назвать подание. Фаховый. На отличие от вас, Юрий Витальевич. Он торговал ялинками в городе Ривном. С 14 лет. Будучи из Ривного, я помню, сколько стоило ялинки, по моим предпочтям, для того, чтобы заработать на 80 тысяч долларов, 150 тысяч евро и 800 тысяч гривен, нужно было вырезать лис от Ривного до Костополя. Но в итоге генеральный прокурор получил два негативных представления. Дейдей и Лозовой так и остались неприкосновенными. А после голосования радикалы фронтовик дружно обнимались. Это круглая порука, которая дальше сохранится. И вы видите, как она связывает все политические силы. Хитрували. Тут проголосовали, тут не проголосовали. Так, чтобы не хватило, рассчитывали. Был такой договорняк между этими двумя фракциями. Мы не голосуем за вашего, а вы не голосуете за нашего. Причина этого очевидна. Но как это объяснить общество, абсолютно не понимая. Потому что обеи эти фракции и дочинные выборы обещали занять на дотракании с себя полностью. И с себя, из всего парламента. Такие коллеги, которые не голосовали, фактически попали в ловушку, когда теперь будет обигрываться чисто популистский лозунг про то, что сами себя защищают. Я думаю, что парламент, на жаль, не прошел этот испыт. Зато за шестое представление в зале не жалели голосов. Михаилу Добкину припомнили земельные дела, когда тот еще был мэром Харькова. Деючи умыслно, в интересах третьих оси, сприяв зазначенным особам, забудовникам места Харькова, в реализации злочинного умыслу, щодо заволодения земельными делянками на территории места Харькова, шляхом шахрайства. Генеральный прокурор, поддерживая претензии следователя, обвинял меня только словами, не предоставив ни одного документа, ни одного доказательства того, что был нарушен закон. Главная их задача – спрятать меня в СИЗО и говорить, что у них есть очередная победа, и поставить галочку. В результате нардепы не просто сняли неприкосновенность, а и дали добро на задержание и арест. Если генпрокуратура не сможет довести его провину, то это будет действительно проблема для всех нас. Кроме шоу с падением на народных депутатов, практически ничего не было сделано. И мы же понимаем все, на висшо створилось это шоу. Это отвлекание внимания общества, пытание отвлекать внимания общества, от реальных проблем, которые есть. Если и дальше будет такая дискредитация, как было по тем 5 поданиям передних, когда тому дам, тому не дам, то это будет просто конец этого парламента. Сделать депутатов прикосновение требовали и на улице. Каждое голосование сопровождалось массовой акцией под парламентом. Да и в стенах Верховной Рады не обошлось без перформанса. С мегафонами и заблокированной трибуной. И на фоне всего этого Рада в первом чтении поддержала пенсионную реформу, утвердила закон о конституционном суде и перераспределила бюджет. Все быстро, лишь бы успеть до каникул. Все, что касается распределения бюджетных денег в регионах, все, что может увеличить социальное забезопасение, это обязательно поддерживает. Все другая игра между владными фракциями, наш порядок денный наступный. Первое, это мир. Мы должны обеспечить мир в Украине. Другое, мы против выступления сегодняшних тарифов, и требуем их скасирования. Это третье вопрос, на котором мы сейчас рассчитываемся, это то, чтобы увеличить социальные стандарты. Мы не верим в потенциал коалиции, который не существует, в то, чтобы продолжить работу сессии. Мы думаем, что закончится сейчас, и коалиция пойдет к счету. Так и случилось. Несмотря на призывы, сессию не закрывать, ее закрыли. Нардепы разлетелись в теплые края до осени.